Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в студию Московского Педагогического Государственного Университета имени Ленина пришел замечательный гость. Это известный российский ученый, доктор философских наук, многолетний профессор нашего университета Борис Федорович Славин. Здравствуйте, Борис Федорович. Здравствуйте. Ну вот у нас есть университетский проект отдельно, он называется «Ученые и его книги». Я очень рад представить вашему вниманию очередную книгу нашего сегодняшнего гостя, которая называется так «Возвращение Маркса» и подстрочник о социальном идеале Маркса и исторических судьбах социализма. Я думаю, что мы поговорим на две темы. Во-первых, мы немножко поговорим о самом Марксе. Я просто напомню, что в прошлом году отмечалось 200-летие со дня рождения этого титана, человеческой мысли. К сожалению, у нас в стране это событие прошло как-то незнаково, по-рядовому. Мне кажется, вообще подобного рода вещей надо стыдиться. У нас также бездарно прошло и столетие Великого Октября, ну и другие знаковые события нашей истории, которые буквально перевернули мир. Но Маркс как раз и относится к тем людям, которые, в общем-то, определяли историю всего человечества на протяжении 20 века. Да и сейчас интерес к Марксу и к его учению не перестает будоражить умы лучших и, я надеюсь, прогрессивных умов человечества. Давайте мы тогда поговорим о вашей книге и о герое вашей книги. То есть сначала немножко поговорим о самом Карле Марксе. К сожалению, сейчас многие даже и фамилию такую, наверное, не слышат. А потом уже об исторических судьбах социализма. Что вкладывал сам Карл Маркс вот в это такое довольно емкое понятие социализма? Ну, книжка называется «Возвращение Марса». Значит, это основная идея, что нужно говорить об этой фигуре не только потому, что он человек 19 века, а потому, что его идеи, основные идеи, которые он высказал, они актуальны до сих пор. Вот могу сразу вам сказать, например, Маркс задолго до Форда американского высказался об автоматизированной системе, которая, в конце концов, будет способствовать уничтожению физического труда и развитию творческого человека. Это идея, которая сегодня в наш век информационная, чрезвычайно актуальна. Ну да, да, конвейерное производство. Да, конвейерное производство и так далее. Но он задолго до этого, он обсуждал эту проблему. У него главной идеей была эволюция труда. И вообще, главное, что он, так сказать, открыл, я два слова скажу по этому поводу, может быть, многие не знают, во всяком случае, раньше, когда он был в учебном процессе, об этом все знали, Марксу принадлежит материалистическое понимание истории, то есть понимание, которого до него не было. И оно до сих пор продолжает быть актуальным. Надо сказать, что вот, когда отмечали 200-летие, для меня было неожиданностью, что ректор МГУ Садовничий высказал мысль о том, что у нас отодвинул он на обочины истории, это недопустимо, нужно его изучать. С ним, с Садовничьим, работал известный математик, а Маркс оставил большие математические рукописи, которые до сих пор не являются известными, так сказать, очень многим. Что касается самого Маркса, Маркс родился 5 мая 1918 года в 19 веке. Он сразу произвел на многих впечатлениях своими незурядными талантами. Он уже, будучи 16-летним парнишкой, высказывался о том, что главный смысл человеческой жизни – это служить людям. Вот это чрезвычайно, мне кажется, сегодня актуально, потому что каждый замыкается в своей частной скорлупе, и простая истина о том, что смысл человеческой жизни во многом состоит в том, чтобы служить людям, помогать им, так сказать, который высказал 16-летний парнишка, так сказать, до сих пор не является истиной для многих. Особенно в наш век купли и продажи, когда все меряется, так сказать, деньгами и так далее, и так далее. В молодости у Марса было два идеала, которые он, так сказать, исповедовал. Сначала он верил в Христа, он для него был таким моральным авторитетом. Впоследствии, уже где-то к 17-18 году, он высказал идею, что его главный идеал как личности – это идеал Прометея. А Прометей, как известно, дал огонь людям. И в многих мифах говорится о том, что он не только дал огонь людям и знания людям, но и сам способствовал рождению нового человека. Так что вот это юношеский Маркс. Маркс родился в Трире, это южная область, так сказать, Германии на стыке с Францией. Вот, в городе Трире, сейчас ему там открыт большой памятник. И он, как человек, родившийся на стыке этих двух стран, Германии и Франции, вобрал в себе культуру этих стран. От немцев он взял философскую культуру, в частности Гегеля, и отсюда его диалектические идеи, диалектика как метод познания. Отсюда же он взял Фейербаха, который был учеником Гегеля. Фейербах, между прочим, старше Маркса, но умер в 81-м году, а Маркс умер в 83-м. Но как настоящий вдумчивый ученик этих двух великих, так сказать, философов, он увидел и их недостатки. Это вот настоящий творческий, так сказать, подход. Вот. Взяв диалектику у Гегеля, он как бы, как он сам говорил, он перевернул их с головы на ноги, на ноги поставил. То есть показал, что нужно искать материальные основы любых наших идей и идеалов. Что касается Фейербаха, то он писал о том, что мы стали все фейербехианцами после того, как прочитали, так сказать, его книги. Они все были млады-гегельянцы, и Фейербах, и Бауэр, и многие другие. Ну да, да. И у нас было большое увлечение в России. Ну, Фейербах, Чернышевский и прочие наши просветители в основном пользовались идеями Фейербаха. Антропологический принцип и так далее. Но Маркс и здесь высказал свою точку зрения. Он сказал, что его материалистический метод носит созерцательный характер. Он пытается объяснить святое семейство, сводя его к земному семейству. А на самом деле материалистический метод, как он писал потом в «Капитале», состоит в том, чтобы не сводить идеальное к реальному, а выводить из реального идеального. Вот в чем секрет. Его как человека, который рождался из этих культур, но всегда вносил свое. Ну и затем вторая культура. Это французская культура. Это уже связано с революционными идеями, с Сен-Симоном, Фурье, вы все знаете. Но у нас совсем не знают о том, что большое влияние на него оказал Пьер Леру. Это социалист. Он назвал его гениальным. За что он назвал гениальным? За то, что он сказал о том, что человек не некий такой замкнутый атом, а совокупность всех общественных отношений. Затем это найдет свое отражение в тезисах о Фейербахе у Маркса. Вот эта идея, что человек – это совокупность всех отношений. Нельзя его рассматривать как некие замкнутые. Атом, так сказать, или нет. Конечно, позднее уже, гораздо когда, будучи старше взрослым, уже окончивший институт, он увлекся и политэкономическими идеями. Дело заключалось в том, что, когда он возглавлял «Ной райниши цайтунг», это была первая газета, редактором которым он был, туда писали простые крестьяне немецкие, что вот выходим в лес, мы всегда брали там хворост, который лежит на земле, «А теперь нам запрещают брать этот хворост, потому что это частная собственность». Они задавали ему вопросы, справедливо или несправедливо. И он доказывал потом в своих ранних работах о том, что хворост нельзя рассматривать как собственность, потому что он не принадлежит, так сказать, дереву, и покрывает, так сказать, землю, и это может быть достоянием всех. Так что вы берите. Отсюда его увлечение экономическими идеями Адама Смита, Рикарда и так далее, у которых он тоже брал очень любопытные идеи, но всегда их скорректировал своей точкой зрения. Преломлял через свое сознание. Преломлял, да. И потом все это отразилось в его новом понимании истории. Дело заключается в том, что материалистическое понимание истории не до него, я бы сказал, и после него, не всегда является тем методом, который служил ему в понимании окружающей действительности, в его выводах. У нас, конечно, в советское время много уделяли вниманию Марса, но часто его догматизировали, сводили к неким наборам цитат, и это не продвигало общество вперед. Я приведу простые примеры. Марсом увлекались у нас не только, немножко о России, чтобы сказать. Ну да, да, да. Марс в 50 лет начал изучать русский язык. И выучил его настолько, насколько позволяла ему возможность свободно читать Чернышевского, свободно читать наших историков. Потому что он считал, что в известной степени русская история не вписывается в ту схему, в которую превратили марсовское видение истории, как жесткая смена информации и так далее. Он говорил, что первично сама история, а теория ее – это вторичная вещь, и нельзя ее схватить к некой жесткой схеме. Я хочу сказать, что известны его пять формаций, которые он определил в манифесте Коммунистической партии ее смены, показав, что вся история – это результат борьбы классов. Это всем известно. У него было еще несколько представлений об истории. Это было не только пятичленка, а было трехчленка, когда он говорил о развитии, так сказать, от первобытного общества и роли человека в нем. У него много, между прочим, есть в работах, посвященных собственности, много он восторгается родовым обществом. Почему? Не потому, что это архаическая, так сказать, форма, а потому, что она дала там человека, который был горд и был человеком в полном смысле слова. Он сам представлял из себя род человеческий. Но, конечно, он был задавлен, так сказать, природными, так сказать, явлениями, и его общение, так сказать, с природой находилось на сравнительно низком уровне по сравнению с современностью. Но он говорил, что свободное развитие человека, отсюда идет, так сказать, затем сменилось человеком частным. А затем с развитием частной, которая приобретает особенно сильное развитие в условиях капитализма, создает, так сказать, это новое общество, и оно же взрывает развитие, так сказать, собственности, развитие производительных сил, взрывает эту оболочку капиталистического общества, она требует нового общества, где будет подлинно свободный человек. Вот это его идеал. Свободный человек как условие свободного развития всех. Это он напишет в манифесте, но и неоднократно будет говорить это и в своих многих других работах, в том числе и в «Капитале Марса», где он сказал о том, что будущее общества – это свободное человеческое общество. Я нашим уважаемым зрителям хочу сказать, что еще до революции у Ленина выходила знаменитая работа «Три источника и три составных части марксизма», где он как раз писал о том, о чем мы сейчас с вами говорили. Это о том, что в основу марксистской диалектики, марксистского учения легли и работы Рикарда и Смита, то есть классиков европейской политэкономии, и работы Фейербаха и Гекеля, то есть классиков немецкой классической философии, и учения так называемых социалистов-утопистов, в том числе того же Сен-Симона. Но в начале 90-х годов я читал статью какого-то историка или философа, сейчас не помню, и он сказал, что говоря о трех источниках, все-таки следует указать и четвертый источник, это вот как раз та формационная теория, о которой мы сейчас с вами говорили, у истоков которой все-таки стоял не Маркс, а историки эпохи реставрации – Тири, Дизо и другие. И я хочу сказать вот о чем, что у нас когда рухнул Советский Союз и выбросили на помойку истории марксизм и все, что было с ним связано, выбросили и формационную теорию, а ведь сейчас вот исторический опыт показал, что вот этот метод исторического материализма, которым владели советские историки, он на поверху-то оказался куда более продуктивным в историческом исследовании, чем вот все эти теории новомодные, там того же Тойнби или тот же позитивизм, который к нам вернулся там с 19 века и так далее. Эти теоретики брали основное у Маркса и футурологи американские, они на нем базировались, они брали идею развития технологии, развития производительных сил и на основе этого пытались сделать, так сказать, прогнозы. Только они не называли. Они не называли это, они не называли это формацией, пытались делить на троичные, так сказать, варианты истории, где прошлое отстало, так сказать, общество, затем общество капитала и так далее, а затем развитие техники, переход к информационному обществу. Это фактически выжимка того, что говорил Марс, но Марс давал широкое, так сказать, объяснение этих явлений. И я вот писал же об идеале Марса, нужно сказать об этом. В ранних рукописях, в рукописях 44-го года, экономически-философских рукописях, он говорил о коммунизме. У Марса есть два подхода было к коммунисту. Сначала он не принимал коммунизм в тот, который был у Платона. Это всеобщный жон и так далее, вульгарное такое понимание об обществлении. А позднее он приходит к выводу о том, что коммунизм есть не что иное, как форма развития человеческого общества, где в центре должно быть свободное развитие личности. Почему я об этом говорю? Это как раз то, что даже в советские времена не педалировалось. А у Ленина была дискуссия с Плехановым по этому поводу. Когда создавалась первая программа партии коммунистов, нужно было дать, так сказать, определение идеала. И тогда Плеханов высказал с идеей планового общества. И Ленин его поправил и сказал, что план используется и капиталистов в рамках капиталистической системы. Это не может быть нашей целью. Нашей целью является всестороннее развитие личности, всесторонне развитый человек, который будет плодом того общества, которое идет на смену буржуазным отношениям. Где человек является придатком машины, а будущее общества, когда человек будет управлять машинами. Вот логику, если, так сказать, можем сказать. И он пишет, вот у меня, вы можете посмотреть или показать, на первой странице прям дан портрет Марса. И там он, это в 1963 году, когда он пишет капитал, он описывает свой идеал, говорит о том, что он из себя представляет. Это чрезвычайно важно. Вообще, эта сторона марксизма у нас практически, даже в советское время, так сказать, ей уделяли небольшое количество времени. Марксизм сводился к определенным, так сказать, работам, к определенным цитатам. Но не затрагивались, во-первых, источники, которые были в основе, так сказать, марксизма. А во-вторых, его вот такое человеческое измерение, причем связанное с Россией. Я хочу вот еще раз о России вернуться, чтобы вам было понятно, это будет вам близко. Ведь ему написало письмо Засулись в конце 19 века, знаменитое письмо. Какая проблема стояла у Засулись? Нужно ли делать революцию, можно ли делать революцию в условиях того времени, до конца 19 века. И Маркс, отвечая, сделал семь набросков этого письма. Потом дал краткое изложение этого письма, где говорил о том, что у русской общины, которая является доминантой в развитии тогда, вы знаете, что русская община, в отличие от всех европейских стран и других, которые тоже переживали период общинных, так сказать, отношений, но единственная, где сохранилась община целиком, это была Россия. Она имеющая национальный характер. Да, причем территориальная община. Вот, территориальная. И национальный характер. То есть, это всеобщее. Это тогда было интересно рассмотреть, почему он русский язык-то стал изучать. Его волновало это. Он изучал философов и историков первобытного общества вот с этой точки зрения, так сказать, посмотреть. И он пишет ей ответ, что если в России произойдет социалистическая революция, то будет дан новый импульс развития этой общины. Это будет база для создания нового, тогда он сказал, коммунистического, так сказать, общества. Но, к сожалению, он пишет, что сейчас она находится в деформированном состоянии. И есть силы, которые хотят ее полностью уничтожить. Я вам хочу сказать, что эти силы, значит, община в этом смысле, так сказать, не стала основой этой социалистической революции. Но сама идея социалистической революции, связанная с Россией, у него были расхождения с Энгельсом немного в этом вопросе. Энгельс считался, что революция мировая начнется с западных стран, а он говорит, с России. Потом они написали в манифесте, вместе сошлись, обсуждали эту проблему, пришли к выводу, что, да, возможно, так сказать, с России начнется революция, но она объединится с западной революцией, и тогда мы будем наблюдать рождение нового, так сказать, общества. В манифесте, во втором издании, издание манифеста, это их формула о возможности... То есть это уже в 70-е годы, да? Но он, конечно, мало знал, так сказать, ну вот марксизм российский, потому что он развился позже, Плеханов со своей группой о освобождении труда, это было позже. Он говорил, что революционеры России очень привлекательны, он говорил, и он думал, что народники, так сказать, смогут это совершить. А засулич как раз выходила же из этой плеяды. И он ей позитивно ответил на этот вопрос и тем самым как бы поддержал идеи, которые высказывались до Марса в России, Герцем и так далее, которые связаны с этой общиной. Но община к концу 19 века стала разрушаться, и он тоже на мере, он говорил, что есть силы, которые хотят разрушить эту общину. Ну да, Столыпин, а возьмите того же... Ну а Столыпин закончил, он фактически что, он же дал толчок распаду этой общины и превратил крестьян, которые были вынуждены стать рабочими. Вот, которые вышли, так сказать, на союз с рабочими. Ну да, да, не случайно Столыпина называют отцом русской революции. Ну, конечно. Он там говорил, нам нужно сколько там... 20 лет. 20 лет. Ну а где ему эти 20 лет, когда он разрушил тот базис, который, так сказать, был основой нашей революции. И главная идея, которую высказал уже Ленин, о союзе рабочего класса и крестьянства. Это тоже было, ну, как бы неортодоксальное марксистское. Абсолютно. Кстати, если вот возвращаться к Ленину, или забегая вперед говорить о Ленине, когда он писал вот эту свою знаменитую работу «Государство и революция», то он же там тоже мучительно думал над будущей формой организации государства, диктатуры пролетариата. И он в том числе говорил о том, что Маркс вот в своей знаменитой работе «Гражданская война во Франции» писал чуть-чуть о Парижской коммуне и сказал, вот нам надо что-то типа того, потому что возвращение к парламентаризму было бы шагом назад. Идея коммуны взята у Парижской коммуны. А идея вот коммуны или советов, и причем многие же говорили, что советы это лишь переходная форма, которая позволит большевикам взять власть. Он сказал, нет, это не только переходная форма, это может быть база для создания советской государственности. А я думаю, что вот эта мысль его посетила как раз, потому что Россия действительно была единственной страной, где еще сохранялась вот эта подземельная крестьянская община и коллективистский дух как таковой, в том числе и производственных масштабах. Но этот коллективистский дух, он шел как раз от этой общины. Да, да. Вот эта вот триада, о которой я, может быть, очень быстро сказал, что то, что было в истоках развития человеческой истории, должно повториться на более высоких ступенях ее по спирали. И он цитирует одного американца, о котором говорит, что его нельзя заподозрить в революционности. Но именно он говорил, что будущее общества возьмет демократизм этого общества и так далее, и с изменениями связанных с современной цивилизацией положит в основу будущего. Это чрезвычайно важно. Ленин, между прочим, вот вы сказали о государственной революции, это тоже, так сказать, не совсем даже в советские времена, так сказать, педалировался этот вопрос. Ленин высказывает нам идею творчества масс, живого творчества масс. Для него социализм был связан с этой идеей. Потом, когда мы говорим о государственности, ну это особый разговор. Ну это особый, да. Да, я не хочу сейчас сказать, я просто о Ленине здесь хочу сказать, о его диалектическом мышлении, потому что многие не понимают, в чем суть этого диалектического мышления. Ленин уже в государственной революции полемизировал с двумя своими социальными моментами. Это с Каутским, который говорил, что нужно бюрократически оставить, так сказать, бюрократии, без нее нельзя. И с Паникуком, который говорил о разрушении старой государственной машины. И он тогда высказал идею, что новое общество должно будет использовать старых спецов. То есть нельзя полностью их откинуть, как думал, так сказать, Паникук. Но в то же время они должны находиться под контролем масс. Вот в чем дело. И это не понял Каутский. Вот это вот диалектика, так сказать, развития многие не понимают. Но он, кстати, из Бухарина по этому поводу спорил, потому что он ему говорил, что в условиях капиталистического окружения мы сейчас должны стоять за создание сильного пролетарского государства. Не государства, а коммуны или полугосударства. Потому что в противном случае нас сожрут. И товарищ Бухарин не понимает диалектики вопроса, потому что мировой революции пока нету. И находясь вот в этом буржуазном окружении, мы можем противостоять и защищать революцию, именно будучи государством диктатуры пролетариата, который имеет в том числе и собственные вооруженные силы. Почему тогда начнется и привлечение военспецов в Красную Армию? Бухарин находился под влиянием Богданова. И вот это позитивистский его взгляд на общество мешало ему, хотя он считал его наиболее теоретиком и талантливым человеком. Но он писал о том, что... И любимцем партии. Что воззрение Бухарина не вполне маркистское. Я думал, он никогда не знал... Но надеялся, что он их поправит. Поправит эти погрешники. Он и Луначарский, и многие другие находились под влиянием Богданова. Но это тоже особый разговор, который требует времени. Я хочу сказать, что ленинское видение, та модель, которую, я считаю, была выработана Ленину уже в конце его жизни. Его последние работы, связанные, которые тоже у нас не очень... О кооперации, идее, так сказать, культурной революции, идея того, что... Ведь почему он говорил о кооперации? Это же тоже, так сказать, любопытно. Он, правда, в отличие от Сталина, говорил о добровольной кооперации. Что крестьяне, увидев преимущество современного хозяйства, основанного на тракторах, вот тут его идея, что нужно там 100 тысяч тракторов, что, увидев эти преимущества, крестьянин добровольно пойдет... Ну да, поэтому он, кстати, писал там, что для нас простой рост кооперации тождественнее на росту социализма. Ну и его идея культуры. Культура обычно связывает с ликвидацией безграмотности. Вот, это неправильно. Он в широком смысле понимал культуру, усвоение западной культуры, ее передовую. Откуда идея-то у него, вот, электрификация всей страны? Ведь электричества тогда не было. Отсюда его идея не только догнать, но и перегать капиталистический мир, взяв у него самое передовое. И здесь это тоже чрезвычайно интересная диалектическая идея. То есть отсталая страна, беря самое передовое у развитых стран, обгоняет ее, и они остаются, так сказать, сзади. Ну, Китай в какой-то степени этого платил, между прочим. Ну, и Советский Союз тоже, между прочим, став... Нет, я уж о Советском Союзе не говорю. Я просто говорю сейчас вот в интернациональном понимании, так сказать, этих вещей. Человек, который мыслил такими глобальными категориями. Конечно, он был учеником Маркса. К марксизму у него был такой пиетет. Он их просто любил, потому что идеи Марса помогали ему в реальном творчестве. Он не догматически любил, так сказать, Маркса. Ну, да, да, да. А он искал у них ответы на сегодняшний день. В этой книге я пишу наиболее таких острых вопросов, связанные с Марксом. Например, почему еврейский вопрос стал всеобщим вопросом. Логика у Маркса была. Он говорит, нужно изучать не еврея субботы, не религиозного еврея, а еврея практики. А практика – это торгашество. Отсюда его критика торгашества, которое у нас сегодня практически чрезвычайно актуально. Когда единственный бог торгашей – это мамона, это золото. И он говорил, что это торгашество лежит в основе развития капиталистического общества, предыстории его. Поэтому происходит своеобразное превращение еврея в русского, в англичанина, во француза и так далее. И преодолеть этот торгашство и есть условия создания нового общества без эксплуатации, без торговли, без денег. Конечно, здесь не нужно быть леваком и говорить, что сразу же мы отменим то, что анархисты хотели. Сразу, так сказать, отменить. Уже здесь Ленина нужно читать, потому что он практически стал осуществлять эти идеи. Об этом тоже нужно сказать. Ведь его теория военного коммунизма нужно рассматривать с двух точек зрения. Это ленинская теория. Да, ленинская теория. С одной стороны, как необходимость в условиях гражданской войны. А второе, что в ней реализовались их утопические идеи, что можно сразу построить коммунизм. Отсюда бесплатный транспорт, бесплатные газеты и так далее. Да вообще ликвидация денег. Да, да, ликвидация денег и прямой продуктный обмен. Ну и вот чем отличается Ленин от всех последующих руководителей? Он диалектик, да. Он не только диалектик, он признавал свои ошибки. Ошибки, да, да, да. Он говорил, продолжение этой политики дальше в условиях уже послевоенного времени, это, так сказать, смерть. Это нас сметут. Потому что уже был Тамбовское восстание крестьян, уже был этот... Кронштадт. Кронштадт и так далее. И он... А что, какой лозунг они провозглашали? Советы без коммунистов. Почему? Потому что Советы дали землю крестьянам, а коммунисты вроде бы их и отбирают. Это у Платонова есть очень хорошо в рассказе. Он встречается с этим крестьяном и спрашивает, ну как, жизнь-то новая при советской власти? Он говорит, плохо. А почему? А потому что вы нам землю, так сказать, дали, а все с нее забираете назад. Вот такая теория, так сказать, коммунистов. Ну да, в виде продразверстки, да. Платонов интереснейший писатель, недооцененный, социалист, я вам скажу. Здесь, между прочим, даже Сталин ошибся в оценке писателя, хотя он много разбирался. Он назвал его мелкобуржуазным писателем. Он пишет письмо Горького и говорит, моя родина – это пролетарий. Он сам-то был человек… Это Андрей Платонов. Да, да, да. Чеменгур, Котлован. Да, его монополизировали многие либералы у нас сегодня, доказывая, что якобы в Котловане он показал критику. Да, он показал критику, но он написал и альтернативу этой критике Котловану. Он выступал за идеи творческого труда, который заложит основу будущего социалистического общества и прямо говорил о социализме. Слушайте, а вот еще такой вопрос под занавес нашей программы, потому что мы что-то разговорились. Ну, у нас несколько такой маленький вермишель получился. Ну, неважно, это сумбур, но он как раз показывает, что у нас нет постановочных программ, а они все рождаются, что называется, наяву. Вот по поводу так называемой русофобии Маркса, потому что я вот здесь, например, был на одной программе Владимира Соловьева, куда вы тоже иногда ходите, и там сидел, так сказать, мой сосед, и когда я привел там какую-то цитату из Маркса, он мне тут же выдал, что вы типа ссылаетесь на Маркса, он русофоб. Скажу вам сразу, это миф, который распространяет как раз противники, так сказать, марксизма. Маркс никогда не мог быть вообще, он был интернационалист, он не мог быть русофобом. Вся критика Маркса в отношении, так сказать, России связана с критикой режима. Вот, и я ему об этом сказал. С критикой власти, что не нужно путать народ и власть. И, конечно, там анархическая власть, которая была, которая устарела. Деспотическая власть. Деспотическая власть. Он, конечно, не мог быть ее защитником. Причем она была как раз не национальной властью, я бы так сказал. Вот именно. Особенно после Петра Первого. Мы не будем об этом сейчас говорить, это новая страничка. Ну что, дорогие друзья, я хочу искренне поблагодарить Бориса Федоровича за столь содержательный, интересный и живой разговор. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы еще не раз, надеюсь, по крайней мере, встретимся здесь. Может быть, мы запишем целый цикл бесед, посвященных и Марксу, и Ленину, и вообще вот этим проблемам. Так что я вас приглашаю к нам, сюда обязательно в студию. Ну а с вами, дорогие друзья, я прощаюсь, всего вам доброго, до новых встреч. Продолжение следует...